В Казанском федеральном университете начался один из решающих этапов поступления для абитуриентов. С 15 по 25 июля проводятся вступительные испытания как для граждан РФ в рамках общего конкурса, так и для иностранных граждан в рамках отдельного конкурса. У абитуриентов есть возможность сдать экзамен лично, придя в нужную аудиторию вместе с общим потоком сдающих и в формате онлайн. 18 июля прошел один из важнейших экзаменов – русский язык. Для проведения испытаний было задействовано 6 аудиторий для всех категорий поступающих. Для льготной и квотной были выделены специалисты, которые в случае надобности осуществляли помощь будущим студентам. Приемное пространство сегодня кипит, будит, и вот эти темпы к концу приема потихонечку наращиваются, и абитуриенты уже начинают более активно посещать приемное пространство, потому что оригинал документов образования для зачисления все же нужно представить в ВУЗ. На сайте Казанского федерального университета расположены рейтинговые списки. На данный момент они не очень показательны, однако в ближайшее время начнут истинно выстраиваться. А уже к окончанию приема документов абитуриенты смогут увидеть полную информативную картину результатов и здраво оценить свой шанс для того, чтобы предоставить оригинал документов об образовании и согласии о зачислении в ВУЗ. До 25 числа мы принимаем документы по очно-очно-заочной форме обучения на места в пределах бюджета Российской Федерации. Затем льготная категория, так называемая нулевая волна, это квоты, льготы и целевая квота. Приказ по ним выйдет уже 30 июля. И до 3 августа мы даем право подать оригинал документов об образовании и согласие на зачисление для граждан, поступающих на общих основаниях в рамках общего конкурса. Прием документов от поступающих на обучение по результатам ЕГЭ, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, заканчивается 25 июля в 18.00. А публикация рейтинговых списков произойдет на сайте Казанского федерального университета 27 июля. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс.